Савицкий наш Надждив забрал когда-то у Хлебникова командира первого эскадрона, белого жеребца. Это была лошадь пышного экстерьера, но с сырыми формами, которые мне тогда казались тяжеловатыми. Хлебников получил взамен вороную кобыленку неплохих кровей с гладко-рысью, но он держал кобыленку в черном теле, жаждал мести, своего часу и, наконец, дождался. После июльских неудачных боев, когда Савицкого сместили и застали в резерв чинов командного запаса, Хлебников написал в штаб-армии прошение о возвращении ему лошади. Начальник штаба наложил на прошение резолюцию — возвратить изложенного жеребца в первобытное состояние, и Хлебников ликуя сделал сто верст для того, чтобы найти Савицкого, жившего тогда в Радзивилове, в узувеченном городишке, похожем на оборванную солопницу. Он жил один, смещенный Надждив. Лизуны из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках командарма, и, холопствуя, они отвернулись от прославленного Надждива. Облитый духами и похожий на Петра Великого, он жил в опале с казачкой Павлой, отбитой им у еврея-интенданта, и с двадцатью кровными лошадьми, которых мы считали его собственностью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей. Жеребята на его дворе бурно сосали маток, конюхи с взмокшими спинами просеивали овес на выцветших веелках. Израненный истиной и ведомой местью, Хлебников шел напрямик к забаррикадированному двору. — Личность моя вам знакомая? — спросил он у Савицкого, лежавшего на сене. — Видал я тебя, как будто, — ответил Савицкий и зевнул. — Тогда получайте резолюцию над штаба, — сказал Хлебников твердо, — и прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом. — Это можно, — примирительно пробормотал Савицкий, взял бумагу и стал ее читать необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесавшую себе волосы в холодку под навесом. — Павла, — сказал он, — с утра, слава тебе, Господи, чешемся. Направила бы самоварчик, что ли? Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебросила их за спину. — Целый день сегодня, Константин Васильевич, цепляемся, — сказала она с ленивой повелительной усмешкой. — То того вам, то другого. И она пошла к Надждиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь шевелившуюся, как животное в мюшке. — Целый день цепляемся, — повторила женщина, сияя, и застегнула Надждиву рубаху на груди. — То этого мне, то того, — засмеялся Надждив, вставая. Обнял Павлины отдавшиеся плечи и обернул вдруг Хлебникову помертвевшее лицо. — Я еще живой, Хлебников, — сказал он, обнимаясь с казачкой. — Еще ноги мои ходят, еще кони мои скачут, еще руки мои тебе достанут, и пушка моя греется около моего тела. Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил к командиру первого эскадрона. Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали. Он вышел со двора, как ординарец, получивший эстафету, и снова сделал сто верст для того, чтобы найти начальника штаба. Но тот прогнал от себя Хлебникова. — Твое дело, командир, решенное, — сказал начальник штаба. — Ребец тебе мной возворочен, а до куки мне и без тебя хватает. Он не стал слушать Хлебникова и возвратил, наконец, первому эскадрону сбежавшего командира. Хлебников целую неделю был в отлучке. За это время нас перегнали на стоянку в Дубенские леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо. Хлебников вернулся, я помню, в воскресенье утром, 12-го числа. Он потребовал у меня бумаги, больше десяти, и чернил. Казаки обстругали ему пень, он положил на пень револьвер с бумагами, писал до вечера, перемарывая множество листов. — Чистый Карл Маркс, — сказал ему вечером военком эскадрона. — Че ты пишешь, хрен с тобой? — Описываю разные мысли согласно присяге, — ответил Хлебников и подал военкому заявление о выходе из коммунистической партии большевиков. Коммунистическая партия, — было сказано в этом заявлении, — основана, я полагаю, для радости и твердой правды, беспредела и должна также осматриваться на малых. Теперь коснусь до белого жеребца, которого я отбил у неимоверных по своей контре крестьян. Имевший захудалый вид, и многие товарищи беззастенчиво надсмехались над этим видом, но я имел силы выдержать тот резкий смех, и, сжав зубы за общее дело, выходил жеребца до желаемой перемены. Поэтому я есть товарищи до серых коней охотник, и положил на них силы, в малом количестве, оставшиеся мне от империалистической гражданской войны. И таковые жеребцы чувствуют мою руку. И я также могу чувствовать его бессловесную нужду и что ему требуется. Но несправедливая вороная кобылица мне без надобности. Я не могу ее чувствовать и не могу ее переносить, что все товарищи могут подтвердить, как бы не дошло до беды. И вот партия не может мне возвратить, согласно резолюции, мое кровное. То я не имею выхода, как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу, но текут бесперечь и секут сердце, засекая сердце в кровь. Вот это и еще много другого было написано в заявлении Хлебникова. Он писал его целый день, и оно было очень длинно. Мы с военкомом бились над ним с час и разобрали до конца. Вот и дурак, сказал военком, разрывая бумагу. Приходи после ужина, будешь иметь со мной беседу. Не надо мне твоей беседы, ответил Хлебников, взрагивая. Проиграл ты меня, военком. Он стоял, сложив руки по швам, дрожал, не исходя с места, и озирался по сторонам, как будто примериваясь, по какой дороге бежать. Военком подошел к нему вплотную, но не доглядел. Хлебников форванулся и побежал изо всех сил. Проиграл, закричал он дико. Влез на пень и стал обрывать на себе куртку и царапать грудь. Бей, Савицкий, закричал он, падая на землю. Бей в раз! Мы потащили его в палатку, казаки нам помогли. Скипятили ему чай, набили папирос. Он курил и все дрожал. И только к вечеру успокоился наш командир. Он не заговаривал больше о сумасбродном своем заявлении, но через неделю поехал в Ровно, освидетельствовался во врачебной комиссии и был демобилизован как инвалид, имеющий шесть поранений. Так и лишились мы Хлебникова. Я был этим опечален, потому что Хлебников был человек тихий, похожий на меня характером. У него одного в эскадроне был самовар. В дни затишни мы пили с ним горячий чай. Нас потрясали одинаковой страсти. Мы оба смотрели на мир, как на лук в мае, как на лук, по которому ходят женщины и кони.